Молния Уйти с поля прежде всего, ни в коем случае не бежать, нужно просто найти себе какое-то укрытие. Не обязательно это будет лес, это может быть какая-то ложбина, выемка в земле. Чаще все-таки советуют присесть на корточки. Присесть на корточки – классическая поза такая, называется поза эмбриона, когда ноги вместе, пятки вместе, голова опущена вниз. А это видео было снято недавно на улице Георгия Исакова в Барнауле. Вот что бывает, если молния попадает в дерево. Поэтому лучше избегать высоких деревьев во время грозы. И уж тем более не прятаться под ними. Для укрытия лучше выбирать какой-то невысокий кустарник, достаточно густой, потому что очень и очень мало случаев, чтобы молния попадала в кустарник. Поэтому кусты – это идеальный вариант, чтобы так же присесть и переждать непогоду. Насколько безопасно во время грозы находиться в машине? Может быть лучше остановиться, переждать непогоду? Если вы находитесь в пути, началась гроза, то, конечно, лучше оставаться в машине. Машина достаточно хорошо защищена от удара молнии, поскольку, во-первых, у нее резиновые колеса, которые служат изоляцией. Во-вторых, металлические детали, они хорошо экранируют грозовой разряд. И все же лучше остановиться, потому что движущийся объект сам по себе больше создает шансов, что может попасть молния. А что касается велосипеда? Это, прежде всего, изделие, изготовленное из металла. Человек в нем никак не защищен от грозы. От велосипеда, наоборот, специалисты рекомендуют держаться подальше. То есть, если началась гроза, самому стоит куда-нибудь укрыться, а велосипед положить подальше от себя. Тоже касается и, допустим, мобильных телефонов, в которых тоже есть металлические детали. Мобильный телефон может тоже стать таким своеобразным уловителем для молнии. Также не стоит забывать, что во время грозы опасно купаться в речке или в озере, так как вода – это хороший проводник электричества. И это стоит учитывать перед жаркими выходными. Ведь в ближайшие дни, помимо жары, синоптики прогнозируют грозы и ливни в краевой столице. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.